У нас была добрая традиция желать, чтобы ушедший год, чтобы в нем остались все беды, все сложности, все проблемы. И мы привыкли думать, что следующий год, ну уж точно, он будет лучше, потому что все проблемы и несчастья должны уйти в старый год. Но теперь на протяжении нескольких лет подряд мы с вами узнаем правду о том, как устроен мир. Он вообще никак не зависит от Нового года. И в целом, если начинаются какие-то процессы, они начинаются, развиваются, у них есть своя динамика, свои обстоятельства и так далее. И сейчас нам предстоит отмечать наступление Нового года. И наступление этого Нового года вряд ли будет таким же безоблачным, как и предыдущий, как все такие были счастливые, довольные, думали, что пандемия закончилась, значит, дальше все вообще встанет на круги слоя. Нет, процессы идут, изменения происходят, и они не всегда в лучшую сторону. Но вопрос, как мы собираемся встретить сложности, которые нас неиспешно ждут. Если мы их собираемся встречать с ужасом, с внутренним смятением, со страхом и так далее, они будут только тяжелее нам переживаться. Если мы понимаем, что мы вошли в фазу такой турбулентности, в которой есть множество каких-то не самых приятных событий, мы принимаем это и дальше думаем просто, как нам помочь близким, помочь друзьям, помочь тем людям, которые, по нашему ощущению, этого заслуживают. Мы таким образом даже в темном царстве становимся лучом света. И если вы думаете про себя так, то какая разница, что там дальше будет, что заканчивается, что начинается и так далее. Вы понимаете, что вы будете увеличивать количество вокруг себя тепла, доброты, участия, искренности, созидания. И это круто. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Но важно, как вы относитесь к себе. Цените себя, цените силу, которая у вас есть. Не думайте, что вы не сможете справиться с испытаниями, которые придут. Вы сможете. И вы найдете в себе силы. И это правильный подход. Jingle bells. Продолжение следует. Продолжение следует.